МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дождались, пока все уйдут, и вскрыли сейф. Ну, сама в краже была. Кто-то где-то? Третья 45. Задержаны подозреваемые в краже из торгового центра. И чем может обернуться незаконно пойманная рыба? Максимально 100 килограмм бывает они. Ничего себе. Это и не только прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отметил радостные события и сел в хорошем расположении духа за руль. Сегодня, идем на улице Голубятникова, полицейские задержали нетрезвого водителя. Мужчина ничего не отрицал и рассказал, что незадолго до этого отмечал рождение ребенка. И даже уточнил, чем. Арат Назипов узнал, куда он направлялся в таком состоянии. Я сегодня употреблял, и меня заподозрили. В отличие от многих водителей, севших за руль в нетрезвом виде, этот мужчина решил не врать, а честно рассказать о своем состоянии. Он признался, что перед тем, как сесть за баранку автомобиля, выпил полтора литра яблочного сидра. Говорит, повод был весомый. Ну, праздновал рождение ребенка. И решили, за руль сесть, так получается. Я думал, все прокатится, но, оказывается, не прокатится. Автомобиль мужчины находился на проезжей части улицы Голубятникова. Как заявил водитель, он не мог завестись, в чем, видимо, и прилег внимание стражи порядка. После подозрения шоперу предложили пройти тест на алкоголь, на что тот с радостью согласился. Однако, вскоре начались проблемы. Будь добр. Продуй. Я жду. Будь добр, продуй, чтобы не накапывал. Напишу, что ты не накапывал. Куда? Туда. Дудь будешь, нет? Давай, обхватывай. Будь добр. В итоге мужчине все же удалось пройти тест. Его результат оказался неутешительным. Один, восемь, девять, шесть. Вероятнее всего, новоиспеченному отцу теперь придется забыть о вождении на ближайшие годы и заплатить крупный штраф. Айрат Назипов, Константин Бушуев, вызов 112. Лада десятой модели перевернулась на крышу после столкновения с автомобилем «Шевроле Лачити». Сегодня днем на улице Меридианы. Как рассказал водитель отечественного автомобиля, он повернул с проспекта Ямашево и планировал ехать прямо. Но задуманному помешал водитель «Шевроле», который по предварительной версии не пропустил «десятку», которая после столкновения и оказалась на крыше. В результате аварии никто не пострадал, свою вину владелец иномарки полностью признал. Больше полумиллиона рублей наличными. В такую сумму оценил ущерб частный предприниматель, владелец павильона в одном из торговых центров. Деньги пропали у него ночью и как только об этом узнал, сразу же обратился в полицию. Стражи порядка изъяли съемки с камер видеонаблюдения и внимательно их изучили. Алина Бережная знает, что они там обнаружили. Два человека в медицинских масках днем зашли в торговый комплекс и скрылись на складе. Там дождались закрытия магазина и ухода всех сотрудников. Больше им никто не мешал. В кабинете директора распилили сейф, забрали наличность и покинули здание через пожарный выход. Все это натолкнуло полицейских на мысль, что кто-то из мужчин работал или работает в торговом комплексе. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий предположения сотрудников полиции подтвердились. Было установлено, что к преступлению причастны двое граждан ближнего зарубежья, один из которых ранее работал в данной организации и уволился месяц назад. Одного 19-летнего подозреваемого задержали по месту жительства в Новосавиновском районе Казани. Второго 31-летнего мужчину в Сургуте. Ну, сама в краже была. Сколько денег у вас? 345 тысяч. Вы не признаете свою? Да, то, что моя ошибка, это все. В отношении подозреваемых избранной меры пресечения в виде заключения под стражу. Изъект только часть похищенного. Все приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Лена Бережная, вызов 112. Ловил рыбу сетями на особо охраняемой природной территории реки Меша, вблизи деревни Карповка Пестричинского района. Мужчину сотрудники подразделения экономической безопасности задержали с поличным. Весь улов порядка 50 разных видов рыб, а также орудий лова у него изъяли. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная добыча вылов водных и биологических ресурсов. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, исправительная работа на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев. Татарстатские следователи подозревают неустановленных работников Бугульминской центральной районной больницы в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, 18 и 19 февраля 22-летняя женщина обращалась в больницу с жалобами на плохое самочувствие. Однако в госпитализации ей отказывали, рекомендуя амбулаторное лечение по месту жительства. Бригадой скорой помощи женщина была доставлена в приемное отделение Бугульминской ЦРБ, но медики снова отказали в госпитализации. Тем же вечером женщина была госпитализирована в реанимационную палату. В дальнейшем, до 22 февраля, медиками ей не была оказана должная помощь, в результате чего она скончалась. По данному факту, следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности ввиду недолежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Незаконно лишил свободы группу подростков. В этом подозревается 26-летний житель Менделеевска Азад Аманов. По версии следствия, мужчина распивал алкоголь вместе со своим знакомым в гараже по улице Набережная. Увидев пятерых знакомых подростков в возрасте от 13 до 16 лет, в том числе двух девочек, пригласил их в гараж, после чего закрыл его на ключ. После общения подростки попросили открыть ворота, однако подозреваемый отказался это сделать. В результате одна из девочек стала плакать. Тогда Аманов заявил, что не откроет гараж до тех пор, пока подростки не успокоятся. Спустя около двух часов он выпустил их из гаража. Через несколько дней одна из девочек рассказала матери о произошедшем, и та обратилась в правоохранительные органы. Количество преступлений в Татарстане снизилось на 7%. Сегодня об этом журналистам рассказали полицейские. С начала года правоохранительные органы зарегистрировали около 14 тысяч нарушений закона. Меньше стало умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, изнасилований, разбоев, хулиганств, краж и мошенничеств. Большую роль в раскрытии преступлений по горячим следам играют камеры видеонаблюдения. Сейчас на территории республики их свыше 17 тысяч. Активную помощь в борьбе с криминалом оказывают частные охранные предприятия, волонтерские организации и дворовые дружины. Отряд добровольных народ-дружин совместно при патрулировании с преданными силами задержали молодого человека, жителя города Казани, который совершил кражу с торгового центра Пархаус. Вот тот же самый человек доставлен в отдел полиции, в отношении него возбужден уголовное дело. Надеялись на вердикт. Сегодня в Новосавиновском районном суде должны были определиться с виновником аварии на проспекте Ямашево. Напомним, там столкнулись автомобиль «Шевроле Лачете» и мотоцикл. Точку в деле до сих пор не поставили, но один из участников происшествия не признает своей виновности. И разные инстанции признавали ответственным за ДТП то одного, то другого водителя. До этого суд без участия одной из сторон признал виновным водителя иномарки. Но его защитникам удалось обжаловать в предыдущем судебном решении суждение о виновности своего клиента. Чем закончился спор сегодня, расскажет Рамиша Айдулин. В ход шли и аргументы, и доказательства. Сторона водителя мотоцикла Далера Дусмухаметова продолжала настаивать на своей правоте, считая виновным второго участника аварии. Подкрепить свою версию решили видеозаписью. Однако достоверно убедиться, кто и где ехал, и было ли перестроение, так и не удалось. Если на хорошем мониторе смотреть, то видно, что он идет параллельно с Логаном. Логан ехал впереди него. То есть потом после ДТП видно, что машина метров 20 проехала. То есть встала в свою полосу. Это расстояние вполне достаточно, чтобы было передвинуть машину. Если мотоциклист считает, что его подрезали, то представитель водителя Шевроле Дельшат Насыров имеет противоположную точку зрения, считая, что именно водитель байка въехал в иномарку. Также он обратил внимание на то, что на мотоцикле были заклеены номера, и ехал мужчина с высокой скоростью. Как вы можете прокомментировать, ответить на следующий вопрос, то, что непосредственно Дусмухаметов в своей объяснительной указал, что он ехал со скоростью 75 км в час. Это соответственно действительность? Ну, могу сказать. То есть он свое объяснительное указал, что он ехал со скоростью, с превышением. Споры продолжались едва ли не по всем вопросам. То есть он вывернул мою полосу, я применил экстренное торможение и просто влетел ему в бок. Вот степень присел. Так если бы он перестроился, вы бы въехали в заднюю часть его? Как я ему в заднюю часть бы въехал? Он перестраивается согласно... Он не успел полностью перестроиться в полосу? Не успел? Да по схеме посмотрите, у него автомобиль стоит параллельно. Чтобы расставить все точки над «и» стороны подали ходатайство. Сторона мотоциклиста о назначении судебной экспертизы, а сторона водителя о приглашении на процесс автоинспекторов. Впрочем, суд отклонил оба прошения и объявил перерыв. Вероятнее всего, финальную точку в этом деле поставят уже завтра. Рамиль Шайдулин, Айрад Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.